Итак, у нас в гостях директор фитнес-центра «Максимум» Ольга Брюханова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Небольшое представление ваше. Гость в студии – директор фитнес-центра «Максимум» Ольга Брюханова. У нее два высших образования. Окончила горный институт и Академию государственной службы. Занимается спортом с 7 лет и является кандидатом в мастера спорта по плаванию. Ольга руководит фитнес-центром 10 лет с момента его основания. Для нее спорт – это целая жизнь. Центру «Максимум» исполняется 10 лет. Скажите, пожалуйста, какие-то мероприятия вы запланировали для своих клиентов? Да, у нас завтра, 9 ноября, будет проходить торжественное развлекательное мероприятие с нашими клиентами. Мы будем участвовать клиентов наших, постоянных, которые с нами уже 10 лет. И, конечно, наших тренеров. И, конечно, будем принимать поздравления в свой адрес. С чего начиналась деятельность центра «Максимум» и что он представляет собой на сегодняшний день? Ровно 10 лет фитнес-центр «Максимум» принял первых клиентов. Хочу рассказать о, скажем так, родителе этого центра. Это Брюханов Михаил, который уже более 30 лет занимается бодибилдингом и фитнесом. Он, я считаю, вдохновитель и действительно родитель фитнес-движения в городе Первоуральске. У него было горячее желание подарить городу подарок в виде такого центра. И он у нас участвовал с мечтой. Я думаю, что вы можете гордиться таким земляком, потому что на сегодняшний день у него 5 медалей золотых чемпионов мира по бодибилдингу и фитнесу. 2 медали на чемпионате мира он снял. И 2 золотых медали «Мистер Юниверсал». Сейчас они готовятся поехать опять же на чемпионат «Мистер Юниверсал». Это «Мистер Вселенная», которая состоится в Гамбурге в ноябре месяце. Сейчас центр «Максимум» что представляет собой? Сейчас фитнес-центр «Максимум». На сегодняшний день я считаю, что это один из лучших клубов в городе Первоуральске. Площадь его насчитывает 500 квадратных метров. Там представлен весь комплекс услуг, которые могут себе пожелать наши клиенты. Это зал групповых программ, где работают у нас замечательные тренеры. Там представлены все виды аэробики, реабилитационные программы «Юга Пилатес», потом танцевальные программы направления «Хип-хоп», «Латино», «МТВ», «Дэнс». Также очень популярная программа среди девушек – это структиз-пластика. Тренажерный зал, оснащенный более 30 видов тренажеров на все группы мышц. Есть кардиолиния, и также есть спа-услуги, кедровая бочка и все виды массажа. Ольга, помимо титулованного основателя «Центра «Максимум», наверняка там работает множество других специалистов. Вот расскажите о них. Ну, конечно, я могу и гордиться своим, скажем, тренерским составом, потому что они все профессионалы. В спорте более 25-30 лет. Сейчас, допустим, у Пермина Ольга, которая работает у нас в зале групповых программ, она готовится на соревнования в тот же Гамбург, на «Мистер Юниверс». Это очень серьезное соревнование. Недавно она выступала на чемпионате УРФО и заняла третье место. Ну, я считаю, что это, в общем-то, очень такое большое достижение. Вот, Шарипов Владимир, старший тренер, он у нас серебряный призер чемпионата России. Ранее работавший Брюханов Константин, тоже очень титулованный. Он на чемпионате Европы занял первое место среди юниоров. Ну, и многочисленные местные соревнования, кубка КУРФО и чемпионат России. Вот. Потом хочу отметить Милера Андрея. Это очень профессиональный тренер. Он подготовил чемпиона мира среди юниоров по пауэрлифтингу. Вот. У нас многие клиенты, которые смотрят на наших тренеров, тоже начинают готовиться к соревнованиям, выступают. И, в общем-то, тренеры являются примером для наших клиентов. И это вообще здорово. Понятно. Ну, раз уж заговорили о клиентах, то расскажите, с каким настроем они к вам приходят и меняются ли их взгляды с прошествием времени? На самом деле наши клиенты вообще люди разные. Очень-очень. С каждыми своими потребностями, с претензиями, с социального статуса у всех разный. Но, когда они приходят к нам, в фитнес-центр, они ставят перед собой определенные задачи, которые мы помогаем решать. Ведь тренировать только тело, я считаю, что это, скажем так, не очень правильно. Ведь занятия спортом, они бодрят, скажем, повышают активность жизни. Дела спорются на работе, в личной жизни качественные улучшения происходят. Поэтому, не на раму, существует поговорка о здоровом теле, здоровый дух. Привести тело в порядок. А сейчас существует множество методик. Вот скажите, пожалуйста, как эти методики работают в вашем центре? Насколько внедряются новые? И вообще, когда задается определенной целью человек, какая методика подходит конкретно этому человеку? Да, в мире фитнеса очень много сейчас новых методик. Мы стараемся их все применять. Я каждый год отправляю наших тренеров на обучение, на фитнес-конвенции. То есть они привозят новые методики, мы их внедряем. Какие-то определенные, скажем, ну, сейчас очень популярное направление – разумное тело. Или реабилитационные программы. Немножко сейчас мир фитнеса отходит от бездумной накачки мышц и, скажем, тяжелых тренировок в тренажерном зале. Сейчас более тренировки направлены на реабилитацию, скажем, позвоночника, на такие занятия, как йога, пилатес. То есть более плавные, более, скажем, такие мягкие методики. Все новое мы пытаемся у себя применить. Вот когда девочки приезжают с конвенций новых, мы обсуждаем все новое и пытаемся, скажем, внедрить. Но у нас часто желание женщин, когда они, допустим, приходят в фитнес и говорят, вот мне нужно там похудеть за три недели перед отпуском. Мы прямо говорим, что это невозможно по нашим методикам, по нашим, скажем, правильным методикам. Почему? Потому что, во-первых, когда человек начинает заниматься активно спортом, это для организма большой стресс. Естественно, при стрессовых нагрузках организм пытается как-то защититься. И не происходит такого супер потери веса. То есть некоторое время он не поддается воздействию. Не поддается. На этом этапе, как правило, женщины теряют интерес к этим занятиям и скажут, а у меня ничего не получилось, и убегают. Применяют какие-то там диеты, голодовки, что потом же в последствии пагубно влияет на здоровье. Просто если человек пришел с проблемой похудеть, он в принципе решает очень много для себя проблем. Просто нужно набраться терпения. И я могу с уверенностью заявить, что через два месяца, но не ранее, он увидит результат. И результат не только будет, скажем, это какое-то подтянутое стройное тело, но и действительно качество жизни его поменяется. У него будет бодрость, активность повысится, жизненный, заряд будет положительный. И, в общем-то, будет все здорово. А перед тем, как посоветовать определенному человеку определенную методику, вы как-то его медицинские показатели спрашиваете? Да, он исполняет у нас анкету. То есть есть определенные методики. Вот, допустим, степ-аэробика, она противопоказана людям со страдающими заболеваниями суставов, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хотя она считает, что она эффективна при снижении веса. То есть очень много, я говорю, различных методик. И мы советуем, вам лучше заняться такой-то программой. Потом человек беседует с тренером, для себя какие-то нюансы выясняет. И направляем на ту или иную программу. На ваш взгляд, занятие фитнесом, насколько необходимо современному человеку? Вообще, девиз нашего фитнес-центра – это красота, здоровье, успех, радость, общение и спорта – это фитнес-центр максимум. Вообще, чтобы быть здоровым, активным и успешным в жизни, надо заниматься физкультурой. Я даже скажу физкультурой, не обязательно фитнесом. То есть вести активный образ жизни. В нашем городе достаточно ли фитнес-центров для того, чтобы любой желающий мог заниматься фитнесом? Я считаю, достаточно. Они рассчитаны на любой кошелек, на любую претензию. Достаточно. Более чем, мне непонятно, низкая активность первоуральцев. Как-то вот непонятно. Ну а что вы можете посоветовать тем, кто хочет начать заниматься фитнесом, но не может решиться? Ну на самом деле хочет, но не может. Это, скажем так, вопрос не стоит. Значит, желание не настолько сильное и не настолько силен мотив для занятия. Я могу посоветовать, кто стесняется, скажем так, прийти в фитнес-центр, проще сделать это с друзьями. Допустим, вот взять с собой подружку или друга и прийти. Это, во-первых, будет стимулировать, скажем так, на занятия спортом. Они будут друга подбадривать. Допустим, ой, что-то я сегодня не хочу. Нет, а ты давай пойдем вместе, мы же с тобой вот там занимаемся. Да, они будут друга поддерживать. Бывают кризисные моменты в занятиях фитнесом. Я их озвучу. Это первые две недели. Потом вот нужно этот барьер перешагнуть. И после 21 занятия, после 21, то есть это почти к концу второй недели, вырабатывается потребность заниматься физкультурой, фитнесом. Потом все будет проще. У нас вот очень много клиентов, которые с первого дня с нами, они не могут жить без нас. И уже 1-го числа, 1-го января они готовы приступить к занятиям. Ну и еще вопрос. Ольга, как в вашем центре осуществляются семейные занятия? Есть ли такое? Семейные занятия, ну, не пойму, что вы имеете в виду семейные занятия. То есть это когда, есть ли у вас абонементы для целой семьи? Есть, есть абонементы. Там очень хорошая скидка. Мы очень приветствуем занятия семьей. Вот, если, допустим, родитель пришел, потом он приводит своих детей или вторую половинку. Это вообще здорово. У нас много таких семей, которые занимаются. Всей семьей занимаются у нас. Ну и о планах ваших расскажите, пожалуйста. О планах? Ну, вообще мне видится наш фитнес-центр полным жизненной активности, целеустребленности. То есть хотелось, конечно, расширить возможности в фитнесе. То есть организовать, допустим, детскую комнату, чтобы вот как раз семейные пары, которые имеют маленького ребенка, они могли, в общем-то, оставить его на полтора-два часа и позаниматься семьей. Успех – хорошо, Ольга. Желаю успехов в вашей деятельности. Организовывайте детские комнаты, увеличение вам клиентов, в том числе и постоянных. А я напоминаю, что в студии была Ольга Брюханова, директор фитнес-центра «Максимум». Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова